Светлые гости на светлом радио С нами очень талантливый и социально активный человек. Я думаю, что через минуту мы обо всем этом узнаем. Мария Морозенко, приветствую вас, Мария. Сердечно всех приветствую. Хотелось бы сделать ретроспекцию и спросить вас, Мария, о том, как вы пришли к средствам массовой информации в лице светлого радио Эммануил. Спасибо вам за вопрос. Дело в том, что когда ты с 9 лет пишешь, то волей-неволей у тебя накапливается какой-то жизненный опыт в творчестве. Это же касается и детей. Тогда у меня была маленькая дочь. В то время она была еще маленькая, а теперь уже взрослая. И когда дочка была еще совсем маленькой, то я писала ей сказки. А дочка созывала всех своих друзей и просила, «Мама, почитай еще Юли. Юля же такой сказки еще нигде не слышала». И вот ее подружки слушали, а также другие детки. И я поняла, что собираю маленький круг людей у себя дома, а потом уже начала работать в студии. Поняла, что этого слишком мало, ведь хотелось передать что-то свое, личностное, даже свое собственное. Ведь я была девятым ребенком из 12 детей. Так вот, ту школу, которую я проходила у мамы, то семейное воспитание, потом ту же школу, которую, скажем так, я уже формировала сама в своей семье. У меня одна доченька, но воспитывала я ее на христианских началах, потому что взяла многое от матери. Ведь мама пела в церковном хоре, и все, что во мне самое лучшее, это от матери. Ведь она заложила во мне много хороших жизненных начал. И я хотела передать их кому-то еще. Это нормально, это правильно, ведь мы должны передавать какие-то знания. Полученные знания нужно передавать достойно. Мечтали ли вы иметь многодетную семью? Думаю, что я хотела бы иметь большую семью. Но такова судьба. Я не знаю, почему так, но так сложилось, что у меня только одна дочь. Наверное, я должна отдавать больше любви другим деткам. Возле меня всегда очень много детей. Очень много. Это не только исполнители моих песен. Не только. Ведь я автор, пишу песни. Это и студийцы, которые приходят ко мне. Кстати, с ними происходят удивительные истории. Ко мне приходят дети от 5 до 18 лет. И тем, кому 5, я также являюсь другом. Они зовут меня Марийка. Они общаются со мной на равных и открывают некоторые такие секреты, что я этому удивляюсь, ведь иногда даже родители того не знают. Вот недавно подходит ко мне Никитка, 12-летний мальчик. Я хочу сказать вам что-то важное. Он рассказывает о своих проблемах, а потом говорит мне, я никому об этом не рассказывал. Это трогательно, но в то же время у меня возникают вопросы, касающиеся родителей. Понимаете, мы живем в каком-то замкнутом круге. И потому родители настолько измучены работой, что дети уже нуждаются в ком-то, с кем они могли бы поделиться, что-то рассказать. Для меня это был и плюс, и минус. Мне бы хотелось, чтобы в этой семье... Кстати, у меня есть желание больше общаться и с семьей. Так вот, мне бы хотелось, чтобы дети приносили свои проблемы собственно в семейный круг. Они искали решения на улице. Хорошо, что на их пути попадаются люди, с которыми можно поделиться. Это прекрасно, что дети приходят. А возможно, это какое-то призвание и даже какой-то дар, как говорят свыше. Дети же тянутся к первому встречному. Они все же... Чувствуют. Они это чувствуют. И, кстати, возраст не помеха. Даже наоборот. Маленькие дети очень чувствительны. Они даже больше чувствительны, чем взрослые. Возможно, для меня это очень ответственно. Это большущая ответственность. Вы уже два раза упомянули о студиях. Как вообще вы пришли к такому большому количеству детей? Вы говорили, что начали со своей дочери. Расскажите, как все это происходило? С дочерью это бесспорно большущий опыт. Вам подтвердит любая мама, что так оно и есть. Но кроме того, это творческий опыт. Ведь я вначале писала очень взрослые вещи. Даже когда мне было 12 лет, то мой первый опубликованный стих был на такую глобальную тему вообще. А дети пишут только на глобальные темы? Даже страшно. Про мир во всем мире. А вот когда... Кстати, да. Про мир во всем мире я написала мое первое стихотворение. Видите, я угадал. А вот когда у меня появилась доченька, то у меня украинскоязычная семья. Глубоко украинскоязычная. Муж родом из Черкасской области, а я из Волыни. И это нужда передать генетический опыт, именно генетический. Я бы сказала, возможно, даже ту философию, которая воспитывается в семье. Вот дочка и просила, «Мама, расскажи мне свою сказку. Я не хочу чужую. Не читай мне чужую сказку, а расскажи свою». И так получилось, что первый опыт — это был наш семейный опыт написания сказок для доченьки. Сказок о приключениях. Одна из книжек — это первая книжка о стране лакомок и о стране грязнуль. Ну, уже название говорит само за себя. Страна грязнуль и страна лакомок. Ведь для детишек это очень важные темы. Почему грязнули и почему лакомки? А уже потом, когда у меня накопился наработок и в моральных, и в социальных, и я бы даже сказала, в немного более широких аспектах, возле меня сформировался определенный круг. В основном первыми были дети-певцы. Дети, которые пели мои песни. Я составила программу, которая называлась «Духовность украинской семьи» и предложила эту программу Национальному музею литературы. Это было пять лет назад. И вот в этом году у нас уже есть повод праздновать пятилетие. И вместе с тем хочу сказать, что аудитория очень расширилась. Ведь вначале было приблизительно 20 деток. Сейчас же мы принимаем 100-120 детей в зале. Дети приходят и работают с нами. Разные темы. Мы изучаем не только направления в искусстве. Мы говорим о больных вопросах, которые сегодня волнуют всех. От маленького ребенка и, я бы сказала, до студенчества. Потому что и студенты приходят к нам. Но основная аудитория – это подростки. «Светлые гости» на «Светлом радио». и трое. «Светлые гости» на «Светлые гости» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Это он раскинул в небе яркий мост Верю я, что это будет непременно На Христа надейся, на Него взирай И зальет Господь дожди благословений И на наш любимый белорусский край Это он, наш Господь, прячет в воду во плутах Это он, это он, держит молнии в руках Это он, наш Господь, властелин цветит и кросс Это он, наш Господь, прячет в воду во плутах Это он, это он, держит молнии в руках Это он, наш Господь, властелин цветит и кросс Это он, растинул небе яркий мост Светлые гости на Светлом радио С нами Мария Морозенко Мария, после такой песни хочется как-то погрузиться в воспоминания Вот вы сказали, что у вас была большая семья Как вы считаете, что лучше для ребенка? Чтобы была большущая семья? Я имею в виду много братьев и сестер Или все же, чтобы больше внимания уделялось ребенку от родителей? Я считаю, я считаю, ну, у меня немножко нестандартный случай Потому что в 40 лет мама осталась одна, она овдовела И мама меня воспитывала одна Одна воспитывала всех младших Старшие выросли еще с отцом и с мамой, а мы одни Я хотела бы акцентировать внимание на другом Вы знаете, для меня нет Сегодня люди говорят о том, что, боже, трое детей, это так сложно Это такая большая проблема Сегодня это уже считается многодетной семьей Да, я вот припоминаю, например, свое детство Ну, сейчас, конечно, мы все возмужали Сейчас, когда мы собираемся родней, у нас роскошная родня Больше 50 людей за одним столом Можете себе представить? Каким же этот стол должен быть? А как это красиво, когда мы собираемся Можете себе представить, когда встречаются все родные и близкие Но хочу сказать, что для меня вообще не является показателем, будет ли там три ребенка Мне кажется, если со стороны ребенка, то, возможно, ребенок больше бы хотел, чтобы родители акцентировали внимание на нем Но тут есть такой очень вредный момент, немного небезопасная тенденция Еще нужно уметь отдавать любовь гармонично и уравновешенно Ведь иногда дети вырастают и не понимают окружения Ведь ребенок привык, что он индивидуален, что он единственный, что все вертится вокруг него Что касается большой семьи, то я считаю, что в таком случае имеется важный момент для родителей Вот что я бы сегодня посоветовала каждому, в том числе и себе Как по мне, в семье должно быть столько детей, насколько хватит материнской и отцовской любви Насколько хватит сердца Если это хорошая родня, если это хорошая семья, то там должно быть значительно больше, чем три ребенка Таково мое искреннее убеждение Я считаю именно так Мария, я знаю, что вы поэтесса, а когда вы начали писать стихи? Ну, мне было 9 лет Удивительно, но это случилось после трагедии, когда, наверное, душа как-то созрела Дело в том, что умер отец, и как-то так случилось, что я на какое-то время замкнулась в себе Вот в тот момент я начала писать стихи Ну, потом прошло некоторое время, уже вышли сборники, а сейчас я пишу прозу И прозу пишу Я знаю, что, как правило, поэты, но это как правило, не помнят много своих стихов Они помнят много классиков, а вы как? Вы попадаете под это большинство или являетесь исключением? Возможно, все-таки поделитесь какими-то дорогими для вас строчками Вот мы только что говорили о детях Короткий и очень лаконичный стишок, который я иногда читаю на студии Но тут для людей, которые не слышали этих слов Я прочитаю несколько своих строчек Как раз о том, о чем мы рассуждали А бросить в землю семена так мало Пусть в пору чудную и легкой рукой С дождем и солнцем семя прорастало Чертополох закрыл его с собой И у людей так, мало в мир отправить А важно не склонить ко злу дитя Да научить мечтать, любить и славить Чтоб было человеком, в мир придя Это кратко Спасибо А попытки писать прозу пришли в вашу жизнь значительно позже? Проза пришла с увлечением историей Получилось так, что первое мое Ну, можно сказать, что поэтическое произведение Но его можно назвать драмой, которая граничит с повестью Это княгиня Ольга А потом князь Святослав И уже там, в этих произведениях, были элементы прозы Произведения были написаны где-то в конце 90-х годов Сейчас проза — это этюды Это небольшие жизненные зарисовки Сейчас проза — это книга об исторических фигурах Вот, например, Иван Сирко Сейчас проза — это книга «Вечернюю пору», которая вот-вот появится Она уже готовится к печати во львовском издательстве «Свичадо» Я уже видела ее, держала в руках «Вечернюю пору» — это семейное общение Видите, у меня все сводится к одному Я хочу, чтобы семьи общались Наверное, это у меня сейчас болит Для меня это много значит Мне бы очень хотелось, чтобы в семьях общались А также это маленькие зарисовки, которые входят в очень многие альманахи Журналы, подборки, сборники рассказов Проза разная, но обычно проза Вот так, мне кажется, я пишу прозу для семейного общения Собственно, вот так я ее оцениваю И даже историческую прозу, с которой начали И даже историческую Вот, например, Иван Сирко вышел в издательстве «Старого Лева» — «Львов» И там было указано «Для среднего школьного возраста» Книга не для среднего школьного возраста Книга для семейного общения Потому что на фигуре Ивана Сирка я показываю, как с маленького ребенка вырастить достойного, например, украинца, достойного человека Но ведь первые произведения были об украинских князях Вернее, о киевско-русских князях Двигаюсь, двигаюсь Полумифические фигуры Я имею в виду, что это такая седая древность, что и сейчас о ней продолжаются среди историков многие споры Сложно ли было вам об этом писать? Вы, наверное, изучили очень много литературы Возможно, нас слушает кто-то, кто также хотел бы попробовать себя написать какое-то произведение Как все это происходит? Несомненно, что очень сложно Тот, кто думает, что написать историческое произведение — это просто сел, где-то там взял себе какую-то газетку или маленький материал Предполагаю, что никто так не думает Когда-то было сказано вот что Павлу Загребельному сказали Как ты можешь тратить столько времени, расточать так много своей жизни на то, чтобы выискивать какие-то рукописи Дело в том, что древнерусские рукописи Тут все глубже Дело в том, что когда ты где-то затрагиваешь какую-то фигуру, если ты... Я не знаю, почему приходит та или иная фигура Помните, я говорила, князь Святослав и княгиня Ольга Это же совсем, абсолютно... Но хотя они, в принципе, родственники Хотя родственники Но ведь дальше, Владимир А уже о князе Владимире я не писала Хотя фигура очень интересная Но здесь у меня пока что нет такого Вот я не чувствую, что способна написать А княгиня Ольга, собственно, пришла сама Потому что я нашла некоторые очень интересные вещи с диаспоры Которые мне, собственно, и хотелось воплотить на бумаге Но для того, чтобы написать княгиню Ольгу Я проделала очень тяжелую, кропотливую работу Ведь я готовилась к ней бесспорно много времени Но, собственно, работала над произведением более двух лет Более двух лет Ну, а если автор берется за большую работу За произведение в прозе, за книгу То можно и так сказать Всегда ли он хочет что-то донести Я имею в виду какую-то... Возможно, это грубо прозвучит Но пусть будет так Доктрину, какое-то учение Я думаю, что каждая фигура уже что-то несет нам Например, княгиня Ольга — это одно информативное поле Иван Сирко — совсем другое Мне кажется, что важно не это В свое время я также росла на исторических произведениях Для меня важно, как глубоко ты, если ты автор Как глубоко ты можешь передавать нам импульс того героя Например, если я писала о княгине Ольге То мне сегодня хотелось передать ключ к разгадке княгини в сегодняшнем дне То есть, чтобы мы под ракурсом настоящего Нашли для себя какие-то акценты в самой фигуре княгини Ольги В ее поступках Чтобы это смогло реализоваться в нашей жизни А также увидели, какие ошибки, что были допущены ею, мы не имеем права повторить Вот так То есть, поиск истины для нас, тех, кто живет сегодня Если высказывать мое мнение уже как читателя То если бы это была книга написана исключительно о том времени То мне самой такая книга была бы неинтересна Я бы хотела заниматься поиском истины для себя Как человек настоящего Но поиск истины сегодня на завтра — это очень сложная вещь Кроме поэзии и исторической прозы Я знаю, вы пишете обучающие книги для детей Да, это так Какие это книги и чему они учат? Это для совсем маленьких Там детки вместе со мной могут дотронуться У многих маленьких детей такие вопросы Кто это? Что это? Как это? Где это? Что это? Как это? Дететет? Почему это? Почему небо синее? Да, и я стараюсь с ними отвечать Это очень, знаете, как игра Я вместе с детьми открываю мир А это очень интересный процесс Мария Да Что бы вы могли пожелать сейчас всем-всем-всем людям Которые слушают наш разговор? Прежде всего я хочу пожелать всем, чего желаю и себе И каждому человеку сегодня Мира и согласия в семье Я хочу, чтобы мы сегодня осознали Нам нечего делить Что жизнь — это... У меня есть такие строки Жизнь — это краткое мгновение И это краткое мгновение, дарованное Господом Мы должны прожить добродетельно А добродетельно — это значит, что мы должны быть достойными людьми Достойными не только для настоящего, собственно, для себя А достойными для будущих поколений Чтобы и завтра, вспоминая, как мы жили Люди ценили то, что мы были в этом мире И ценили наши достояния, которые мы оставим после себя Спасибо, с нами была Мария Морозенко Писательница, поэтесса, женщина, которая работает с детьми Эммануил Эммануил Ты обязательно должен услышать единственную в Украине музыкальную FM-радиостанцию уникального формата Авторские программы, ток-шоу в прямом эфире, новости, программы для детей и проповедь Слова Божьего Радио Эммануил объединяет своих радиослушателей для служения благовестия и помощи пожилым и одиноким людям Регулярно посещаются детские дома и интернаты Эммануил — значит, с нами Бог Вы мне восстановили жизнь, просто, вы знаете, не могу отрываться от вас Прекрасное светлое радио, которое носит столько любви, столько добра, столько тепла всем людям, кто этого потребует Если ты не в Киеве и Киевской области, слушай нас через спутник «Сириус-4» или через официальный сайт «Радио Эммануил» Твоя молитвенная и финансовая поддержка позволит светлой волне войти во многие дома, принести надежду и радость миллионам людей Стань частью нашей радиокоманды! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова